Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 21 октября день Пелагеи и Трифона. Трифон с детства ощущал потребность служить Богу в качестве нока. В течение своей жизни он настолько усердно молился и работал, что однажды очень сильно заболел. Когда был присмертник, к нему явился святой Николай с ангелом и наделил его даром чудотворения. Пелагея Антиохийская ранее была танцовщицей и блудницей. За нее усердно молились, и она приняла христианство и стала монахиней. Сегодняшний день в народе еще называли днем Пелагеи ознобницы. И все потому, что дни становились более холодными. И чувствовалось скорое приближение зимы. Существовала такая поговорка. Трифон шубу начинает чинить, а Пелагеи рукавицы шить. Крестьяне с этого дня подготавливали одежду к зиме. Славяне верили, что лесом управляет особый дух по прозвищу лес честный. Он очень редко показывается людям, является хозяином леса, лесных угодий и старается не беспокоить человечество без видимых причин. Ему можно пожаловаться на других духов, которые угрожали человеку. Приметы. Если луна в кругах виднеется, это к знойному лету. Облака плывут низко, к сильным морозам в ближайшее время. Если облака плывут с севера на юг, к солнечной погоде. Если с юга на север, будет ненастье. Еще, Геннадий Петрович, когда я говорю о бутербродах, я с улыбкой вспоминаю свою школьную юность, когда по обмену студентов я оказалась в Америке и просто поразилась тому, как выглядят американские бутерброды. Ну, сейчас, конечно, все это знают, но тогда для меня это было просто откровение. Что такое были мои бутерброды? Американские. Нет, советские. Хлеб, ну что там, масло, сыр, хлеб, колбаса. Американские бутерброды. Это хлеб. И куча вот этой вот какой-то вот такой вот зелени, которая, я даже не знаю, как называется. И сверху, значит, какая-то индейка. И еще один вот кусочек хлеба. Чтобы это ничего не упадало. Да, на самом деле очень красиво. Но сейчас, уже будучи взрослым человеком, общаясь с вами, я, конечно, понимаю, молодцы американцы, что эту зелень в бутерброды кладут. Но хочется придумать какой-то свой авторский рецепт даже бутерброда. Давай, придумывай. Из всего же можно сделать. Конечно, придумывай. Вот у меня какой есть вариант. О, а вы сейчас мне напоминаете пионерский лагерь. Я постоянно делаю классический бутерброд. А именно, натираю корочку хлеба. Чесноком. Вы так в пионерском лагере делали? Вот, что это делает? Это способствует тому, что вообще улучшает пищеварение, улучшает работу ума. Даже ума. Да. Иммунитет. Класс. То есть, вот именно, много не надо. Но, как сказать, для запального сока, это как и просто здесь. Давай делаем каждый свой. Давайте. И будем, так сказать, комментировать. При этом у нас абсолютно хорошо, вижу, одинаковые продукты. Конечно же, это и помидорчик, и огурчик, и вот есть перчик, и болгарский, и лучок белый, и куча зелени. И главное, есть еще сыр солоноватый и творожок. Вот я сейчас сделаю маску одну. Я возьму солоноватый творожок и намажу его. А, прям намазываете сразу? Да, я его намажу. А я смешаю, вот смотрите, творог и этот солоноватый сыр. И я сделаю такую массу. А, ты в массу. Я в массу буду делать, да. И обязательно туда добавлю чесночок. Чесночка. И обязательно зелени. У меня осталось, смотрите, видите, какая хлебушек с чесночком, который потерт. Теперь у нас сырочек лежит. Ну, рассырка не надо, я такого помню, достаточно, чтобы получился рассыдный бутербургик. И теперь я так тоненько настругиваю помидорчик. Ага, а я за киндочкой пошла. Вот, теперь еще сюда. Ну, причем вы в пьянерском лагере были комменти? Вот, да, я в пьянерском лагере был. В ажатом? Нет. Нет, и ребеночком были? Да, маленьким я был. И как-то неудачно у меня получилось, что-то я по-моему заболел. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятные, неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить собоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате. А после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. 24-е лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку, тренировку в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости с целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!